Субтитры сделал DimaTorzok В фильме снимались Субтитры сделал DimaTorzok Впервые на экране Алекс Зукерман в роли Герри Фолдмана Композитор и дирижер Боб Коберт Давай еще раз повторим книгу Вот только не опять Я тебе объясню кое-что Когда люди говорят Они делают все по книге Это выражение Это не значит, что есть книга Выражение Ты специалистом стал, партнер Так вот, давай сразу договоримся Это моя игра Так что переворачивай страницы Первая Паркуем машину Вторая Стираем все отпечатки пальцев Третья Штанат закапываю Четвертая Снимаем форму Пятая Берем мою машину Оператор D3 Штанат закапываю Покупаем бутылочку Вина и постейку Ну что меня удивляет Что ты умеешь читать Давай, будьте внимательны Хорошо, хорошо Я внимательен Так, подъезжаем Роману Взятие Гарри Фальдмана Автор сценария Ричард Теннинбаум Продюсер Лин Лоринг Дэн Кертис Режиссер Дэн Кертис Ну, Гарри, ты уверен, что там всего две служанки? Сколько раз тебе говорить Она в Париже, он на побережье Ну так пошли Да Мы приехали за бельем За бельем Вы же должны были быть здесь в понедельник Алло, вы слышите, да? Мы были в районе И решили забрать сейчас Вы же не те, кто обычно забирает белье Где Чарли? А, Чарли, Чарли просил передать тебе вот это Ладно Давай, на кухню быстро Ты лучше убери эту штуку от моей морды Ну, что здесь делаешь, а? Ты не имеешь права Где кухня? Где кухня? Давай сюда И ты А ну, убери руки от этой девочки Я тебя предупреждаю Я тебе сказал Не целиться у меня из пистолета Давайте сюда Ну-ка, давайте сюда Черт вас побрал Нет, ты видел, а? Она мне разбила очки Ты их запер? Да Конечно, как сказано в книге Ну, открыл партнер? Гарри Гудини, Гарри Гудини Ты можешь это сделать Как Гарри Гудини Давай, давай, давай Ну, давай, давай Ты можешь это сделать Бинго Есть, есть Ну, день зарплаты Приятель Да Да Да, Гарри Ну, Гарри, нет Нет, Гарри Я знаю Я знаю Он держит больше двухсот тысяч здесь Я знаю Да Это что за глава, Гарри? А вы что здесь делаете? Эй Ты же должен быть в школе, парень Я не хожу в школу Меня учат дома Хорошая у тебя книга, партнер Эй Эй, что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Да? А ты как думаешь, что я делаю? Пошли Заткнись Понимаешь, одно дело Горобеж А другое дело Похищение детей Я не оставлю его здесь Это шутка Ты шутишь, да? Заводи машину И поехали отсюда Не должны отпустить этого парня Пока не слишком поздно Никогда И ты не думаешь, что ты меня даже бросишь Поехали Ты знаешь что, Гарри? Это получится гораздо лучше, чем я думал Да? У тебя же есть какой-то план? Что ты сможешь сделать? С ребенком Я отвезу его к себе Да Отличное местечко Когда мы хотим здесь что-то Как здесь у меня С ребенком ... А Поехали Я его засуну в спальню. Похоже, нам придется пробыть здесь некоторое время. Он же не может так сидеть. И ты пей поменьше. Да? Я хотел бы, чтобы ты был Мерлин Монро. Если я сниму кляп, ты будешь вести себя прилично? Оставь его, не подохни. Оставь его. Извини, парень. Мне нужен мой ингалятор. Что он еще там говорит? Откуда я знаю? О чем ты говоришь, парень? Он у меня в кармане. Ты об этом говоришь? Да, об этом. Мне нужно, чтобы руки были развязаны. Да, у вас уж нет. Оставь его в порядке. А что он делает? Изобьет нас? Избежит, что ли? Ты же, он совсем больной. Заткнулся бы ты. Мне надо в туалет. Ладно, ладно. Ты тоже человек. Имеешь право. Пойдем. Идем. Я тебе помогу. Не забудь поднять сидение. Так, прямо, прямо. Стой. Вот ты стоишь. Я поднимаю сидение. Давай. Все в порядке. Дверь можно не закрывать. Девочек в этом доме нет. Ну, хорошо, хорошо. Я повернулся и смотрю в потолок. Не гляжу я на тебя. Ты не подержишь его за руку, Гарри? Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Ты что, придурок? Называешь меня по имени? О, Господи. Да успокойся. Ты опять это сделаешь, черт возьми. Что? Это серьезное дело здесь. Я кончил. Мы не хотим, чтобы парень слишком много знал. Это настоящие наручники? Да. Настоящие. Вы что, похитителей? Нет. Мы бойскалтки-вожатые. Мой психиатр говорит, что сарказм это знак враждебности и гнева. У тебя психиатр, да, и пульмонолог, и педиатр. Ты никого не забыл? Ну, у меня еще есть эндокринолог. И... Заткнись и ложись спать. Ну, ладно, парень. Ложись. Отдохни немножко. Ладно? Ладно? Помогите. Помогите. Вы хотите сказать, что вы только что вырвались? Что вы там интересно делали? Вы звонили родителям? Послушай, Рамбо. А, привет, как дела? Я разбил мальчики. Заткнись. Нет, нет. Ты заткнись и слушай меня. Я буду говорить всего один раз. Алло. Алло, Виктор, да. Фред, в чем дело? Виктор, пожалуйста, ты знаешь, я не стал бы беспокоить тебя, если бы это не было очень важно. Фред, мое терпение начинает истекать. Виктор, твой маленький мальчик похищен. Герри? Герри? О чем ты говоришь? Я сейчас как раз в доме. Человек сказал, что если ты хочешь увидеть Герри живым, ты должен приехать немедленно и не связываться с полицией. Он сказал, что позвонит снова завтра. Хорошо. Я хочу, чтобы ты никому об этом не говорил. Я сяду на самолет, как только смогу, и никакой полиции. Ты понял, Виктор? Я правда думаю, что мы должны связаться с полицией. Я не помню, что бы просил тебя подумать, Фред. Ты будешь делать то, что я тебе говорю. Что это за разговор о полиции? Герри похитили. Киднеппинг. О, Господи. Виктор. Ты знаешь, номер моей жены в Париже. Да, конечно. Это еще что такое? Сова. Похоже на кусок дерьма. Посмотри, Гарри. Джон Уэйн. Я обожаю Дюка. Разбудешь ребенка. Я пойду сейчас прямо туда. Встань. Мы сразу договоримся. Никто не сделает плохо этому ребенку. Он не видел нас. Он даже не знает, где мы. Мы ему ничего не будем делать. Ты понял? Давай, проспись. Почему ты не спишь? Когда меня отвезут домой? Скоро. Скоро. Но. Ты рада делать все, что я буду говорить. Даже после того, как ты приедешь домой. Ничего не говорим. Где ты был, с кем. Потому что если это сделаешь, я вернусь и снова везу тебя. Да? А куда поедем? Куда-нибудь. Куда ты не захочешь ехать. Понял? Куда-нибудь детям совсем не понравится. Да. Но все-таки было лучше, если бы мне целый день глаза не заматывали. Скажи-ка, рыжий. Ты что, все время дома сидишь? В основном, да. Из-за моих аллергий. Ну, я бываю, был в музее Бронкса. В зоопарке. Два раза в кино. А что, старик не возит тебя в загород? На рыбалку? Нет. Я не прочь, если бы ты приехал, забрал меня. И мы куда-нибудь поехали. Но я бы не хотел, если бы тот другой приехал за мной. Мне этот другой не нравится. Надеюсь, полиция его поймает. Так вот, он и приедет за тобой, если ты не будешь делать то, что я тебе говорю. Господи. Рыжий. Ты что, каждый раз должен пользоваться эту штуку, когда с тобой говорят? Успокойся, успокойся. Никто тебе ничего плохо не сделает. Я тебе даю свое слово. Значит так, завтра у нас будет тяжелый день. Я думаю, самое время нам обоим поспать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я могу вам что-нибудь налить, господа? Нет, спасибо Я полагаю, моя жена вызвала полицию Я просил ее этого не делать Да Вы что-нибудь уже узнали о двух этих работниках, прачечной? Нет, сколько там было? Боюсь, что много 200 тысяч долларов наличными и цельными бумагами Виктор О, Виктор Это так ужасно Наш маленький Герри А, господа Страдающая мать Я уже сделал эти покупки, что мне оставалось оставить их в Париже? Конечно Сэр, отнеси это в мою комнату Вы, господа, должна быть полиция ФБР Мэм Мое дитя, мое несчастное дитя С ним должно быть все в порядке Конечно Мы все сделаем Джордж, ты оторвался от своего покера? Для этого, Виктор, это было не так просто Я выиграл больше тысячи Ты знаешь, как Изабель позвонил Я всегда бросаю все и бегу сюда Педиатр, Герри, доктор Джордж Бермен Вы не могли бы нам рассказать все о ребенке, конечно Проклятие Ты ведь даже не завтракал Убери это пиво Это и есть мой завтрак Мы должны позвонить Фелтману А, слушай, я люблю, когда у меня ворвают пиво Из рук Ты так переживаешь? Звони ему сам Нет, ты нас в это втянул Ты звони Что боишься? С твоим ребенком что-то случится? Заткнись Ты знаешь, что надо говорить с ними Кроме того, я тебе говорю Он ничего не знает Да Конечно И вот пусть так все и остается Пора завтракать, Рыжий Каша Молоко Привет, Гарри Что ты делаешь? Я тебе сказал Не трогать пленку И ты назвал меня Гарри Я же не мог ничего поделать Что ты услышишь? Я слышал, как он тебя назвал, Харри Что ты еще услышал? Еще он говорил, что ты Бэтнер Харри Бэтнер Но другого ты-то не видел? Еще Я снял повестку вчера ночью И ты знаешь, как его зовут? Я слышал, как ты его назвал Рой Это не хорошо Это совсем не хорошо Мистер Бэннер Мистер Бэннер Эй, Бэннер! Эй, Бэннер! Что? Что? Бэннер, а я не думал похудеть Слушай, парень, ты что, с ума сошел? У нас настоящая проблема Рыжий Ты хотел бы увидеть Мексиканский залив? Можем уехать завтра Вечером Ты и я А домой крадить для меня не надо? Конечно, нет Слушай, это было бы здорово Да Но сначала мы должны кое-что сделать Я сделаю, и что? Пока мы не уедем Ты не трогай эту Пленку никого не называй по имени Все в порядке Все будет хорошо Ты можешь Подержать свой язык? Это как? Ну, держать Все в секрете О чем мы договорились Могу, Бэннер Это Виктор Фелтман Это Виктор Фелтман Нет, мне нужно полмиллиона Завтра Полмиллиона Это большие деньги Я ждал, что вы запросите столько У меня есть 75 тысяч наличными Я готов передать Они не помячены 500 тысяч Фелтман Послушай Виктор, не торгуйся Тогда Сегодня суббота Мой банк закрыт Я не сумею найти такие деньги До следующей недели У меня есть 75 Да нет, ты должен придумать что-нибудь получше Ну Я, может быть, набрать еще 15 Это будет 90 Господи, ну хорошо Слушай, слушай Возьмем 90 Мне сначала надо поговорить с ребенком Нет, нет, позже Будь готов доставить деньги завтра Тогда И поговоришь с ним Я не знал, что вы планируете торговаться Вообще-то я готов был идти до 100 тысяч Ну как, все прошло? Хорошо, хорошо Средется внести изменения в книгу Что это еще значит? Я договорился на 90 тысяч Ну я должен был, он сказал У него банк закрыт, Гарри И ты прогротил Как индейка Урод Ты просто урод Банки открыты для этого человека Он, наверное, владелец банка Он сказал, что даст нам еще деньги на следующую неделю Это здорово Похищение, а потом пенсионный фонд Какие еще у тебя есть замечательные идеи? Гарри, алло Гарри Детка, это мамочка Гарри, ты слышишь меня, сынок? Да О, Гарри Все в порядке Они давали тебе лекарства? Да Все в порядке Они замотали мне глаза И настоящие наручники надели А Берн, он сказал, что? Что? Что случилось? Где ты? Алло Слушайте меня Если хотите увидеть ребенка живым Снова Будьте на углу Верта и Вестри В заброшенном складе С деньгами Я буду там с деньгами Привезите деньги Пошли, поехали Я получил досье на этого банка Бэннера Бывший заключенный Два раза Арестовался За вооруженное ограбление Работал с другим Заключенным Автомехаником по имени Рой Волс Наверное, он с ним В этом деле Он тоже преступник О, еще тот Бывший морской пехотинец Уволен Шесть заключений За нападение За грабеж За грабеж С применением оружия Можно Чемодан и передатчик Мы можем проследить С расстояния в милю Виктор, пожалуйста Будь осторожен Спасибо Ты уверен, что Мы сможем это сделать Я вырос в том районе Не волнуйся Ну, хорошо Я позабочусь о внушек Когда вернусь Послушай, раз в жизни Думай головой Мы говорим О смертном приговоре Гарри Пойми Они знают твое имя Этот парень тебя назвал Как ты думаешь Сколько им понадобится Время, чтобы Узнать и мое тоже Я не собираюсь оставлять Живых свидетелей Ну все Рыжи Собирайся Уезжай Я думал Мы уезжаем вечером Планы изменились Надо Выбираться отсюда А что Не подожди Ждешь своей Доли Я не могу рисковать Здесь Климат становится Нездоровым Побоишься Что тот другой Сделает мне больно Какая разница Мы должны уезжать И поскорее Давай я с него пленку Ну Очки же ты не хочешь забыть И Наручники Давай возьмем наручники О господи Ключ у него Это нехорошо Нам не нужны ключи Беттер Невероятно Парень Ты даешь Одевай ботинок Ну Который увидит Эти Наручники Он решит Что мы настоящие Гудини Давай Поехали И накинь рубашку На улице холодно Выгляди несчастным Выгляди несчастным Следующий раз Не переигрывай Пока 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 До встречи Правда весело Да Это было замечательно Пошли Пошли Стой 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 Что Я потом попросил Чтобы они позвонили Твоему отцу И он приехал за тобой А слушай Мы же едем в Мексику Я говорил это Чтобы Спасти тебя Давай Иди и звони Ты уедешь без меня Иди парень Делай что я тебе сказал Парень Иди Убирайся отсюда Парень Ну что ты делаешь Я еду с тобой Это невозможно Ты не можешь В этом нет никакого смысла Если не возьмешь меня с собой Беннера Я начну кричать Клянусь Послушай меня Нет 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 Не кричи Хорошо Только не кричи Не кричи Рыжий Ну что я буду с тобой делать Ладно Хорошо Посмотрим что получится Отлично Подожди Тихо приятель Не радуйся Раньше времени Один неверный ход И я отправлю тебя Обратно Ты понял Я понял Беннер Тебе не придется Волноваться за меня Я наверное Сошел с ума Поехали Мы должны одолжить машину Поехали Ну, ребята, присмотрите за моей машиной. На твоем месте я бы забыл о своей машине, я подумал о своей белой заднице. Эй, есть кто-нибудь здесь? Алло. Есть здесь кто-нибудь? Никого, кроме нас, корость. Не свети на меня. Послушай, у меня в стойке стоишь. Положи. Кейс. А теперь убирайся. И чтоб никто не следил. Тебя ждет премия, если ребенок вернется домой живым и здоровым. Пожалуйста, не делай ему ничего. Я... Как начать, сорока тысяч. Ну, я думал, что-то на пятнадцати. Нет, нет, нет. Двадцать. И без споров. Конечно. Как скажешь. Положи на кейс. А теперь убирайся. Он что, еще не двигался? Нет, пока. Вы его видели? Нет. Но это был тот же голос, что и по телефону. Какой же он не двигается? Я не знаю, но что-то подсказывает мне, что надо туда пойти и выездить. И никто не знал, что под зданием проходит линия метро. Замечательная полицейская... А, работа агента Веседа. Вы должны гордиться собой. Скупка. Ладно, Рыжи. Пришло время... получить... подъемные. Лежи под еллом, чтобы тебя никто не видел. Понял? Хорошо, хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Чем могу служить? Я хотел посмотреть что-нибудь вроде пистолета для твоего мальчика и стрельба по мишеням. Может быть, 22-го калибра. Могу я приложить этот десятизарядный полуавтоматический. и коробочку патрон. Покажете, как заряжать? Вставляете патрон и вот сюда. Извините. Пожалуйста, мистер, не положено заряжать здесь. Я просто хочу посмотреть, могу я это, чтобы показать маленькому Джимми. Это против? О, нет. О, нет. Неужели опять? Не очень жаль. Но поскольку я уже здесь, давай все свои деньги. Я сказал тебе сидеть на месте. Я хотел посмотреть, как ты это делаешь. Это что, маленький Джимми? Ты же не делал ничего в течение тридцати минут. Я целый день ничего не делал. Зачем мне сейчас начинать? А почему ты не взял его деньги? А почему ты не взял его деньги? Потому что я передумал. Ну, раз нам не нужны деньги на путешествие, у меня еще осталось свои пара долларов. Вот, партнер. Пересчитай. Значит, мы с тобой партнеры и друзья. тоже, так? Так. А теперь давай считай. Значит, так. Это как в монополию. Хватит на два дома на Бродвоке и немного останется. И сколько это всего? 445 долларов. Этого хватит на путешествие? Нет пока. Так что, оградим еще магазинчик? Нет. Хватит. Никаких больше грабежей. Эй, у меня есть прекрасная идея. У меня есть прекрасная идея. А почему не вернуться и не забрать свою долю у Роя? Нет, это слишком опасно. Это деньги, да. Мы можем это сделать лучше. Да, может быть, и можем. Так. Нам повезло, парень. Похоже, старик Рой еще не вернулся. Тебе придется подождать меня здесь. Ты себя хорошо чувствуешь? Бедер. Мне страшно. Ну, перестань. Партнер. Ты же сказал, с тобой все будет в порядке. Будь крепким и чуганом. Все зависит от этого. Я вернусь, ты не заметишь. Я вернусь, я вернусь. Девушки отдыхают. Я выбил нам еще 20 штук. Харри, приятель, кайф, все было чисто, все, как ты сказал, передача прошла без задоринок, я все сделал. Харри, я должен пойти позаботиться о мерзавце. Харри! Где он, Харри? Где? Что это, Харри? Сейчас я уйду со своей долей. Для этого тебе не нужен пистолет. Ну-ка, вынь пистолет из заднего кармана. Что вынь пистолет? Что ты делаешь? Держи палец подальше от курка. Выбрось патроны. Теперь брось пистолет на стол. Ну что ты делаешь? Гарри, ну перестань. Ты же не застрелишь меня. Стой, где стоишь. Ты не выстреляешь. Ты же добрый парень, Харри. Ты же добрый парень. Ты же никогда мухи не обидел. Ты же хороший. Дай, дай пистолет. Гарри, беги. Гарри, пожалуйста, оставайся живым. Открой дверь, открой. Тебе говорят, открой дверь. Гарри, беги. Гарри. Гарри. Позорайся, не пролетит все, что у тебя есть, Рой. Гарри. Кстати, я забираю твою долю. Ты ее не заслуживаешь. Послыши, Гарри. Лучше сади меня в пулю, потому что я тебя догоню. И тогда я убью вас обоих. Гарри. Гарри. Не волнуйся, парень. Не нашел бы ботинки, в которых бы стоял. Гарри. 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 Ну, на этой машине никто далеко не уедет. Если бы я сделал то, что ты говоришь, я остался в машине. Но я боялся тебя, Гарри. Ты был прав? Ты не отправишь меня домой. Ты пытался помочь. Партнеры так и должны поступать. Ты будешь в порядке без очков? Я думаю, что так. Наверное. А что мы будем делать дальше? Ну, купим кое-что в дорогу и поедем в Мексику. Эй, Бен, мы можем это взять. Уроки будем учить мексиканского языка. Так, каждый болельщик Мэдов должен иметь кепку Мэдов. Давай, давай, бери. Бесплатные щитки. Эй, сынок, как дела? Тебе нужен щиток? Они бесплатные. Хочешь? Я не знаю. А как же мои аллергии? Не волнуйся, я где-то читал, что все аллергии в голове, да? Ты так думаешь, я так знаю. Это ваш внук? О, да. Давай, рыжий, бери. Вот возьми вот этого. Он мой любимчик. Ладно. Теперь он и мой любимчик тоже. Спасибо. Спасибо. Дедуля. Ладно, поехали. Спасибо. 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 Пока. Пожалуй, назову его Галтер. Он играет за команду Мэдс. И перестань называть меня дедулей. Тебе это понравится, парень. У нас есть посоль, огурчики, кетчуп, горчица, релыш. Моя мать не решает мне есть горячих собак. Доктор Берн говорит, что плохо для пищеварения. Тогда тебе надо найти себе нового доктора. Давай, давай. Ешь. Откуси кусок побольше. Ну? Ужасно. Держи. Правда, здорово. Вот так, на природе. Если завтра будет тепло, может, искупаемся. В чем дело? Ты не любишь воду? Когда я был маленьким, мой отец взял меня наверх в вышке и бросил оттуда. Мой психиатр говорит, что поэтому я боюсь высоты и воды. Слушай, а есть у тебя что-нибудь, к чему нет аллергии или что-то не боишься? Ты знаешь, когда я был в твоем возрасте и мой папаша одевал на меня боксерские перчатки и бил в присутствии своих пьяных приятелей и говорил, давай, дерись, дерись, ты кусок. Дерись. Я пытался не плакать, а мне было так страшно, так страшно, что я только и мог чтобы держаться и не намочить штаны. Бэннер, может, задать тебя вопрос? Конечно, давай, спрашивай. Ты всегда был гангстером? Гангстером? Ну, перестань, Гарри, ты знаешь, о чем я. А что-нибудь до этого было? Ну, конечно. Я был классным механиком мирового класса. Не было ничего, чтобы я не мог починить. И что случилось? Не знаю. Наверное, я из тех, у которых всегда что-нибудь случается, что-нибудь всегда идет не так. Да. Мне одно жаль, что тебя во все это втянул. А я не жалею. Это Бэннер. Похититель еще и грабитель. Это утешает. Я заплатил 110 тысяч долларов, чтобы наблюдать это. Я хотел бы знать, почему. Подождите, дальше интереснее. Вон он. Бедные наши маленькие. С виду с ним все в порядке. А вот самое интересное. Сестра Бэннера работает на вас. Джун Скотт разведена. Девичья фамилия Бэннера. Ну вот. Теперь ты добился своего, Виктор. Подожди. Нет, наконец ты сделал, Виктор. Мне плевать, с кем ты спишь. Но когда это наносит вред нашему ребятку, миссис Белтман, мы уже допрашивали ее. Она в этом не замешана. Мы правда считаем, что ее брат узнал от нее, как расположен ваш дом. Мы раздаем эти фотографии и надеемся, что скоро получим какую-то информацию. Это хорошо. Надеюсь. Это внушает большие надежды. Ну, парень, нам надо с тобой выступать. И, наверное, теперь я не могу больше себя называть Рыжим. Нет? Я тебя могу называть Черным. Ну-ка, давай. Включи запись. Видишь? Гармония. Ты не знаешь гармонии. Это твоя вина. Почему это моя вина? Я пою гораздо лучше, чем ты. Да, как же. Ты похож на графа Дракула. Ха-ха. Перестань. Ты говоришь с Робертом Де Ниро. Перестань. Как ты разговариваешь с отчаянным преступником? Эй, а дай мне машину повезти. Хочешь повезти машину? Ты уверен? Конечно. Точно. Ты не шутишь. Не шучу. Хорошо. Давай, давай, на дорогу. Ты сошел с ума. У тебя хорошо получается? Так, вы что-то педали и заодно... Нет, только не сейчас. Вылезай. Ты чуть не убил нас. Ну, не совсем. Ты знаешь, что бы я хотел, что? Я хотел бы, чтобы ты был моим отцом. и я хотел, Сукин сын. Что случилось-то? Тут запчастей каких-то не хватает. Еще что-то. Что ты будешь делать? Вам, ребята, нужна помощь? Карбюратор весь развалился. Здравствуйте. Не могли бы вы доставить нас до магазина запчастей? Не получится, сегодня все закрыто. Ну, у меня тут мотель и парк развлечений. Могу подбросить вас, ребята. Меня зовут Роуз. Вы знаете, как цветок? Роуз Фаул. А тебя как зовут, дорогой? Это мой племянник. Барри. Я Джейк. Это Джейк. Флаг. Джейк Флаг. А это кто? Это Джонсон. Мы едем в Флориду. Хотим там пожить с его отцом, моим братом. Ехали, пока машина не сломалась. Думаешь, ее можно починить? Он может починить что угодно. Он механик мирового класса. Это правда? У меня колесо, обозрение, у которого мотор полетел. Починишь? Отвезу тебя завтра в магазин запчастей. Кроме того, заплачу за комнату и ужин приготовлю. Что скажешь? Попробую. Тебе не говорили, что ты похож на Роберта Де Ниро? Тебе не говорили. Так, мы взяли все четыре основных группы продуктов. Мне нужен туалет. Я подумал, что я узнал машину, Роуз. Я подумал, что я узнал машину, Роуз. Как дела, Джейджи? Как дела, Джейджи? Черт возьми. Роуз, если ты станешь выглядеть еще лучше, мне придется забыть, что я женат. Ты это вспоминаешь только, когда бар закрывается. Твой приятель? Да, у него машина сломалась. Подвожу. Кто знает, может быть, я его оставлю. Вообще, он милый, кто знает, может, я его себе оставлю. Тем могло быть и хуже, приятель. Пока, Джейбей. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас, отнесу и дам тебе ключ от комнаты. Да нет, мы сами отнесем. Пойдем, Берри. Спасибо, сэр. Спасибо, сэр. Я всегда рассчитывал на доброту в незнакомцах. Закрой багажник, Берри. Ну-ка, дай отвертку у Филиппа. Ты очень странная женщина. Я так не думаю. А я думаю. И она тебя хочет. Для чего? Зачем? Ты не очень-то разбираешься в женщинах, да? Ладно, замолчи, и дай ключ. Дай ключ, дай ключ, дай ключ, дай ключ. Дай ключ, дай ключ, дай ключ. Дай ключ, дай ключ. Хочешь прокатиться, Рыжий? Да нет, пожалуй. Давай-давай, я стою прокачивать. Эй. Эй. Ладно, не переживай, ничего особенного. Джей Пи, сообщаю, машина в розыске. Роджер, уходи здесь. Вас понял. Пришлите буксир. В общем, ехал я на попутных машинах через это место в Удсток и вдруг выскочила замуж за очаровательного принца. Что, дорогой, тебе не нравится? Да ничего. Можете приготовить что-нибудь еще? Нет, спасибо. И что случилось с ним? То, что обычно случается, в принципе, он превратился снова в лягушку и ускакал отсюда. Джейк, ты лучше иди посмотри, это очень смешно. Ну, отлично. А ты когда-нибудь был женат? Пару раз, чуть-чуть, но... Мой отец так говорил. Холостяк – это тот, кто никогда не повторяет ошибки. Не знаю, вот теперь с ребенком, мне кажется, может, я что-то пропустил. Ну, у тебя еще масса времени. Такой симпатяга. И работник. Знаешь, здесь, может, еще есть кое-что, что тоже требует ухода. Извините меня на минуточку. Я же говорил тебе. А почему бы тебе не пойти в свой номер и не посмотреть телевизор? Да, чтобы ты с ней был. Слушай, делай, что я тебе говорю, Рыжий. Рыжий. Барри пошел к вам в номер? Да Бедняга У него совсем глаза закрывались Да, я заметила Ну что, принести тебе еще что-нибудь? Нет Знаешь, я так давно И как давно? Почему ты опять бреешься, Беннер? Почему ты опять бреешься, Беннер? Для нее? Не волнуйся обо мне Ты уже зубы почистил? Да Почистил Эй, Беннер Ну-ка посмотри Не нравится мне все это, Беннер Да Доброе утро, Роза Доброе утро Пусть чашку кофе, Джейк Не откажусь Джей Пи был сегодня здесь с утра Кто? Полицейский, которого мы встретили в заправке А, да-да И что он хотел? Прошел о тебе Обо мне? Что он хотел знать? Если ты все еще здесь Не волнуйся Не волнуйся Я сказал ему, что ты уехал вчера ночью, Гарри Это что? Так бросается в глаза? И ты думаешь, он тебе поверил? Не знаю Ты готовишь хороший кофе, Роза Я тебе говорил, что мой бывший Шурин Пилот, у него свой собственный самолет Если бы кто-то попал в беду Или кому-то надо было срочно уехать Я уверен, он мог бы отвезти их В Канаду У него есть маленькая взлетная полоса В Феррисфилипп Я могу позвонить ему, если хочешь Нет Пожалуй, не надо У меня с парнем другие планы У нас все будет в порядке И не забудь сказать ему, что я украл твою машину Хорошо И не забудь Включай это колесо Каждый день на час или два Чтобы клапана притерлись Давай Езжай отсюда А почему ты не думаешь, что я какой-то серийный там злодей? Я проверял твои рекомендации Ты хорошая женщина, Роза Далеко едешь? Туда хочу, туда еду Выходи из машины Ты же не любишь меня Снимай свитер, рубашку Быстро Давай бумажник Быстро Бензин заливаешь Обычный или без свинца? Где ваша машина? Он что, украл ее? Раз ее там не знаю, что ты ее взял Перестань, Роза Это серьезно Оказание помощи Похитителю Это федеральное преступление Ладно, дорогуша Шестьдесятые годы позади Мы проверяли твое досье Наркотики То, сё На том месте я бы стал говорить А на том месте я бы нашла нового портного Хорошо, мисс Феррел Мы еще не кончили с вами Отлично, я буду здесь Роуза Если ты знаешь что-то Ладно, Джей Пи Проваливай отсюда Что мы делаем? Поменяем машину Очень скоро они начнут Искать эту Эй, вот те двое Долго Не хватит своей машины Правильно думаешь, малыш Баннер А что будет, если тебя поймают? Ну, наверное, ты поешь домой А ты в тюрьму Обычно так поступают Вот почему я не собираюсь Чтобы меня поймали Баннер, мы оставили деньги в багажнике Это совсем нехорошо Это совсем нехорошо Рыжий Рыжий Вот моя машина Вот она Выходи, щенок Выхожу Выходи А ну Брось оружие Уберите оружие сами А то я Снесу им башку Спокойно, спокойно Весь я испуган Помогите, пожалуйста Я не хочу умереть Я слишком молод, что умереть Не переигрывай Я сказал убрать оружие Убрать оружие, я сказал Я слишком молод, чтобы умирать Открывай багажник Открывай Быстро Если я Увижу хоть одного полицейского Который преследует меня Я убью его Давай, садись, щенок Садись, мерзавец Помогите, помогите Я не хочу умирать Роуз Роуз Привет, Роуз Это... Это Джейк Ты все еще можешь найти своего Шорина? Да Наверное Мог бы я с ним встретиться где-то через час? Да Наверное Спасибо, Роуз Лучше тебя нет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Мне нужно пойти проверить Тут надо быть осторожным А мне можно пойти с тобой? Нет Я думаю Все лучше остаться здесь Кто будет смотреть за Джонсоном? Хорошо Хорошо Эй, партнер! Ну-ну-ну-ну-ну Это возьму я Скучал по мне? Нет Тут у меня твоя девушка Как ты думаешь, ей удобно? Она вся связана Ну ладно Где парень? Я избавился от него Не может быть Это интересно, потому что именно это я собираюсь сделать с тобой Пошли Давай, пошли Отвечай на мои звонки Как ты нашел меня, Рой? Обычно ты не такой Собразительный Ну нет, Гарри Ты сделал это сам собой Я знал Что ты не изменишь маршруты Как было сказано в твоей книге Ну а Полицейские сводки Добавили остальное Я дам тебе все деньги, Рой Или ты не дам тебе все деньги? Хорошо Это все Ладно, дальше не надо Ну, прощайся, партнер Что ты делаешь? Ты что, с ума сошел? Я же тебе говорил, что могу Водить машину один Еще бы Ты спас мою задницу Мне кажется, этот парень сломал мне колено Мне очень жаль Эй, свободные места есть? Гарри, я думал, ты мертв Вот парень Раздавил этого Роя, как таракана Что ты делаешь? Я только что вызвал полицию Гарри Я думал, он Это не хорошо Все в порядке, не волнуйся Самолет Так Я пойду дам мой сигнал Глушить мотор Ну и долг ты будешь это терпеть? Я знаю Я знаю Мне нужно Тебе может, это понадобится Эй, парень Подожди Давай, надо вытащить вещи из машины Парень Ничего не выйдет О чем ты? Я не могу тебя взять с собой Но почему? Я не понимаю Ну просто это слишком опасно Все теперь стало слишком горячо У нас ничего не выйдет Но ты обещал Послушай, парень Я... Ты мне соврал Ты вообще не хотел меня брать с собой Это неправда Может быть, началось с этого Но это... Сейчас все по-другому Рыжий, ты должен Ехать домой Все, все, что Ты рассказывал мне Я даже спас тебя Хотя мне было страшно Но я это сделал Я знаю Я знаю Послушай Вот я сделал это Специально для тебя Что это? А на что это похоже? Не знаю На кусок дерева Это сова Это сова? Да, да Ну вот видно же Видишь длинные Уши Большие глаза Ты знаешь, сколько я часов Это вырезал? Зачем ты это сделал? Рыжий Рыжий, мне пора Гарри 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 Гарри, ты не можешь меня бросить Я люблю тебя, Гарри Ты, ты Послушай меня Гарри Ну перестань Партнер Ну послушай меня Вступай к маме И не говори Никому о том, что Было И может быть Когда-нибудь Старина Гарри Приедет И заберет тебя снова Гарри Не надо сдаваться Не надо расставаться С Надеждой Гарри 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 Бэннер, стой где стоишь ФБР Не стрелять Там мальчик Пригись Уди от ребенка, Бэннер Уди от ребенка Что теперь, Гарри? Не поднимай головы Не поднимай головы Не поднимай головы Он в доме Он в доме Посмотрите на меня Заткнись Гарри А, спасибо Спасибо, спасибо 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 Этот человек Я никогда раньше Не встречал Но он Он Давай, бери его Да нет Вы делаете ошибку Кроме того, я ранен Ты в порядке, да? Не надо было тебе вмешиваться В это, Роуз Слушай, сделай так Чтобы они ему ничего не сделали Я ничего уже не могу Так, Аген Престон, ФБР Мы загнали его внутрь Это ФБР Ты полностью откружен Те не выйти, Бэннер Это последнее предупреждение Выходи с поднятыми руками Отпустите его Отпустите его Или я прыгну Вон он Ладно, сынок Спускайся Спускайся Нет, я серьезно Я прыгну Прыгну прямо сейчас Ладно Успокойся Я успокоен Дайте ему машину И чтобы он подъехал сюда С деньгами И чтобы никто не ехал за нами Хорош И я не спущусь Пока он не подъедет И не скажет мне Черт возьми Это уже начинается Настоящий цирк О, это будет весело Это что, мой мальчик наверху, да? О, Господи Гэри Это я, мамочка Гэри, спускайся Оттуда Ты же боишься высоты Нет, не боюсь Больше не боюсь И почему мне говорили Что у меня аллергия к собакам Иди отсюда Спускайся оттуда Всю секунду Не могу, папочка Гэри Дорогуша Сделай это для мамочки Сейчас, как же Ну, что скажет доктор Я думаю, у нас серьезная проблема Это ты во все виновата Да ладно, пусть съедет Позвоните откуда-нибудь Мы его возьмем Нет, я думаю, у меня неужели Продолжение следует... 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 Продолжение следует...